К слову, уникальный вид музыкального искусства, о котором речь пойдет дальше, мог бы стать одной из визитных карточек Узбекистана, в том числе и в туристической отрасли. Возрождаемый и поддерживаемый на государственном уровне Макком, сложное по своей составляющей направление, требующее особой инструменталистики и вокальных навыков. Это одна из художественных жемчужин, гармонично сочетающих музыку, поэзию и танец. Для развития и популяризации Маккома приняты адресные документы, в соответствии с одним из которых с 6 по 10 сентября в Шахрисяпсе будет проведен международный форум искусства Маккома. Как раз в эти дни в столице проходит отборочный тур участников. Эстетическое наслаждение от исполнения претендентов получила Гульмира Валиева. Бухарский шашмаком, ферганаташкенский, харезамский Маккомы. В Узбекистане данное направление музыки разделяют по своим локальным признакам. Азербайджанские мугомы, угурские мукомы, иранские доскохи, турецкие вайрок макамы. У каждого народа они звучат по-своему, неповторимы и уникально. К примеру, если сравнить узбек с химаком с тканями, то он похож на разноцветные и разнообразные национальные материи из Адраса, Атласа и Бахмаля. Не менее яркие многогранные голоса в этот день звучали в фойе Дворца искусств Туркестон, где собрались свыше 200 участников, включая солистов музыкальных коллективов, для того, чтобы проявить свое мастерство, пройти конкурсный отбор и принять участие в первые организованном в нашей стране международном конкурсе Макком. Энергичные, современные и талантливые среди конкурсантов, большинство молодых, они не только проявляют интерес к редким образцам искусства Маккомат, классической музыки Востока, но и являются наглядным примером для своих сверстников. По словам организаторов, на официальный сайт форума уже поступило более тысячи анкет из Индии, Афганистана, Азербайджана, Казахстана, Китая, Америки, Турции, Ирана, Бельгии и многих других. Отрадно и то, что сегодня популярность нашего уникального фольклорного искусства растет и среди представителей других национальностей. И это неудивительно, ведь Макком всегда занимал лидирующие позиции в рейтинге лучших брендов Узбекистана. Несмотря на то, что я по национальности кореянка, я живу в Узбекистане. Наше традиционное искусство, оно очень красивое, очень богатое. Хочется, чтобы весь мир увидел, как у нас в Узбекистане развито искусство. И наш Макком не может не привлекать к себе внимания. Напомним, победитель отборочного тура получит путевку в финал музыкального смотра конкурса, который пройдет в Шахрисабсе в сентябре текущего года в рамках международного форума Макком.